Рефери Рэйдж Илья Малафеев. Друзья, приветствую всех любителей единоборства. Рэйдж-арена возвращается, и мы начинаем свою работу. Мы, это я, Игорь Рязанцев, и мой сегодняшний коллега. Я думаю, что коллега уже надолго. Мы, возможно, что вместе будем работать уже на постоянной основе. Надеемся, надеемся. Да, Артем Ливертовский. Спасибо, очень приятно Игорю. Ну, а тем временем уже идет полноценный размен. Да, первый раунд, друзья. Я напомню, что это Шахрух Розиков и Валентин Бармотин. У нас опять межстилевое противостояние. Тайский бокс против бокса классического. Шахрус, походу, также еще был опытен в ММА. Побежал добивать своего соперника, но по правилам Рэйдж так делать нельзя, напомним. И мощнейший хай-кик, я думаю, что очень тяжело будет встать. Очень тяжело. Мне кажется, это все сейчас будет. Но даже если Валентин Бармотин сможет продолжить этот поединок, он совершенно не видит ударов хай-киков, потому что второй раз уже потряс Шахрус его. Заходит. Вынужден закрываться. Да, остановлен бой. А, нет, не остановлен. Остановлен, да, нокдаун отчитывается уже второй. Ну, остановлен я имел в виду, что вообще остановка. Да, 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 все правильно. Друзья, я напоминаю, что генеральный партнер нашего сегодняшнего турнира, компания 1xStavka, заходите на сайт, скачивайте приложение, делайте ставки осознанно. Ой-ой-ой, вот это было запрещенное колено, на самом деле, мне кажется, в конце. А вот тут все на усмотрение рефери. Обрати внимание, что рефери просто отчитывает нокдаун. Ну да, уже третий или четвертый в бою. Уже на самом деле настолько остается 14 секунд. Но тем самым временем Шахрус вообще не дает дышать, я бы сказал. За счет физической мощи передавливает, хотя... Ну, насчет физической мощи я бы не сказал. Так, у нас все-таки раунд. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Я думаю, что котировки были, так сказать, почти равные, но после первого раунда, скорее всего, очень сильно сейчас будет завышен коэффициент на Валентина. Боксист попытался, что не характерно для классических боксеров, но, тем не менее, Валентин попытался... Да, было хорошо. Добавил бы хай-гик, мне кажется, было бы вообще еще лучше. Для того, чтобы его добавить, это надо уметь делать. Согласен. Вот первый хай-гик, удар в печень. И обрати внимание, насколько неуверенно Валентин пробивает вообще удары ногами. Любые. У него нет баланса. Щупает. Я думаю, что на самом деле для людей, которые пришли сюда не из профильного вида спорта, вообще дрались только на руках, тем более рейдж. Нельзя работать вторым номером. Это прямо для них, можно сказать, катастрофа. Для тех людей, кто не может адаптироваться с первых секунд в рейдже. Ну, а как ты представляешь, чтобы он работал бы первым номером? Я имею в виду Валентин. Да, 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 да. То есть ног у него нет, коленями, по всей видимости, он тоже не умеет работать. Это еще сложнее. Соответственно, вот чисто на руках, но для этого надо держать дистанцию. А Шакруха очень хорошо справляется с этой ситуацией. Он разрывает дистанцию и в ближнем бою просто не оставляет Валентину шансов. Да, на самом деле, за счет своего роста размаха, я думаю, он должен был держать, хотя бы пробовать держать его на дистанции. Но за счет отличной работы Шакруха на ногах, он все его сильные стороны прямо шикарно обходит, я бы сказал. Ну, а сейчас поувереннее, что себя Валентин ведет в клетки. Ну, я думаю, уже адаптировался. Да, да, да. Уже адаптировался, он уже понимает, как что происходит. Но вот ноги – это не его. Пока не его. Если Валентин захочет продолжить выступать, то, конечно, над ногами нужно поработать. Ну, кстати, руками он неплохо работает. Ну, базовый боксер. Да, да, да. Руками хорошо, он щупает дистанцию, работает на отходах. Вот выкидывает джебы постоянные, щупает дистанцию. Думаю, если у него получится добавить правую руку, может быть, он попробует исправить ход поединка. И сам работать. Он устал, он уже за тобой просто тянется, идет. Поработай, поработай. Аккуратно, умно поработай. Не руби с ним. Чувствуешь то, что опасность? Закрути его, возьми, закрути. Придержи его, ничего страшного не будет. То, то, приказ ты, ещи на то. Марок, что ли? Разворот. Победи подмажем. Печень, печень, печень. Получай, а тут печень на мера. Замеди жесткий печень. 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 Третий раунд! Хочу отметить то, что у них хороший функционал. Ребята работают, даже не дышат. И это очень нравится. Активный бой. В принципе, зрелищный, можно его таким назвать. Но, я думаю, это удачный формат. Две минуты. То есть, это то время, которое, с одной стороны, позволяет спортсменам раскрыться, а с другой стороны, позволяет сохранять хороший функционал. И работать. Ой, сейчас прошла по корпусу вроде. Прошла по корпусу. Будем сейчас смотреть. Но Валентин так чуть поадаптировался, посмелел. Но ноги, конечно, выглядят по сравнению с его оппонентом достаточно так. И в ног попадает шаху. Да, попадает. Хорошо. Вынужден Валентин клинчевать. Сегодня с каждым турниром фанаты все больше и больше. Уже на прилимах у нас практически полный зал. Это не может не радовать. Слышу активную поддержку даже через наушники. Поэтому всем напоминаю то, что 17 декабря пройдет турнир, на который можно будет приобрести билеты уже в скором времени. Ну, я думаю, что Рэйч уже, в принципе, сформировал свою аудиторию. Уже появились фанаты именно этого направления. Меня много людей уже спрашивает о том, а когда турнир, а как прийти, а как попасть. Это те люди, которые вообще впервые посмотрели единоборство вживую. Которые оказались в этом зале. Хорошо. Тольцы вернутся. Да. Миддл кик в область печени. Шахрух пробивает. Но на Валентина это особого впечатления не произвело. Хорошо сближается сразу шахрух. Как только видит, что идет атака на верхнем поясе, сразу сближается, ныряет туда вниз. Сейчас, я думаю, должны прибавить ребята. Осталось буквально 15 секунд. Ну, собственно, это шанс для Валентина. Ему нужна чистая победа. Идти ва-банк, да. Да, надо рискнуть. Но раунд подошел к концу. Вместе с этим подошел к концу и первый поединок сегодняшнего вечера. Отличное начало, мне кажется, сегодняшнего турнира. Да, мы ждем официального объявления результата. Единогласным решением судей победу в этом бою одержал Шохрух. Розиков в Таджикистан. Валентин, хочу первым с тобой поговорить. Какие, может быть, проблемы были в подготовке? Почему ты не одержал победу? Ну, сегодня так вышло то, что победа... Все пошло не по плану немного. Какой был план? План был немножечко его на дистанции держать и нивелировать работу ног. Но, как видите, ничего не получилось. Не сильно получилось то, что я готовил. А так, в принципе, все нормально. Мне понравилось. Я вышел сюда подраться, я подрался. Это не драка, это рэйч. Давай, мы ждем тебя еще раз у нас. Поаплодируйте бойцу! Шохрух, поздравляю, это твой дебют. Как ты готовился? Кто тебя готовил? Расскажи. Сначала, саламу алейкум. Меня подготовил Абдрамону Фирус. На это спасибо за него. Поддержал Абдукаримов Фирус. Он меня поддержал. Теперь Фирус Тим здесь. Мы будем газовать здесь. Если вы до 30 лет меня... Я готов в следующий турнир. Фирус Тим теперь в нашей лиге. Уже не первый боец. Сначала был ваш тренер. И ярко закончил нокаутом. Теперь ученик. Да, да. Фирус Тим здесь будем драться. Газовать будем здесь вместе. Поаплодируйте бойцу! Он молодец!